Теперь мы переходим, собственно, к конкурсу «Разминка». Хотелось бы сказать, что сегодня вопросы задают много уважаемых членов жюри. И, как я понимаю, первым задаст свой интересный и смешной вопрос Сергей Лисовой, друзья, авторисменты ему. Здравствуйте всем в России, всем привет, кого я видел. В поздрях случаях, конечно, хотел бы поздравить всех девочек с 8 марта, прошедших всем. Мальчик похлопает, конечно, не стоит, я привижу всех, кто не хлопает, вы не хлопает. Всех вас, девушек, кто здесь присутствует за 8 марта. В общем, такое дело, забыл совсем про 8 марта, не поздравил свою девушку, как мне ее вернуть? Руку сломала не она сразу же. Вот такой вопрос от Сергея. Забыл поздравить свою девушку с 8 марта, как ее вернуть? А как сломала Сергей? Всем же интересно сейчас она. Вот так вот. Как можно? Рома, гололед. Ослабленный иммунитет. Да? Ну что ж, ответ от команды плохой и очень плохой. Сергей, повторяйте, пожалуйста. Как мне ее вернуть? Вот у тебя проблемы. У меня пати сидит. Как мне ее вернуть? Да не вернешь еще, не лампан же заложил. Отвечая команда, Руна Спарта и Сосфотой, на ответы командные люди напротив. Сергей, повторяйте, как мне ее вернуть. Можно еще раз, пожалуйста. Как мне ее вернуть? Эчин пройдет, сама позвонит. Отлично. Я учел. Отвечала команда, люди напротив. Есть ли еще ответы у команд? 5, 4, 3, 2, 1. Есть два ответа, как смотрите, надо сейчас считать. Отвечает команда КВН Картина Ребина. Как мне ее вернуть? Ну ты что, зачем тебе ее возвращать? Ну то смотри вокруг. Отвечая команда КВН вообще. Ответ от команды КВН стали знакомы. Как мне ее вернуть? Ну ты номерок, давай позвони по двору, вернемся, нормально, позвольте. Хорошо. И ответ от команды КВН Кожа. Подожди, я сначала вопрос. Кожа, как мне ее вернуть? Ну после 8 марта отрезвей это придет. Ты вернешь, а то я не черный, что я важный. И ответ от команды КВН три кота на мясо. Как мне ее вернуть? Да на Усебес большой город еще новый. Отвечая команда КВН. Это просто совет, КВН, просто КВН. Вот есть еще один. Давайте последний ответ этот вопрос. Как мне ее вернуть? Поговорите. Отлично. Отлично. Но Сережа, смотри, как проснули. Все, это крайний ответ. Теперь она точно крайний ответ. Как мне ее вернуть? Забей. Спасибо, Сергей Русалов. Сын, я сын. Сережа, давай рукой, рукой. А вопрос задает капитан. Пока тебе говорят вопрос, я подтяну. Капитан команды КВН. Экскурсия. Поговорю, Александр Шнайдер, друзья. Ура. Друзья, здравствуйте всем. У меня очень серьезный вопрос. Да? Да, очень серьезный вопрос. Я собираюсь покупать автомобиль себе. Ну, ездить, чтобы гонять по городу. И вот, мне нужен совет от вас, как от автолюбителей, какой мне приобрести автомобиль. А тебе какие нравятся машины? Спортивные, седаны, какие? Да на самом деле, никакие мне не нравятся. Это просто вопрос, ты придумал, ничего не собираешься покупать. Нет, почему собираешься покупать? Правда. Ответ от команды КВН. Блохой-чеблокой. Скажи, какой автомобиль мне приобрести? Я тебе другое скажу. Батя сидит, аж на рулем сестра была. Вот, в боках оказывается город КВН и юридические таланты, друзья. И своеобразные родители. Есть ли еще ответы? Есть ответ от команды КВН. В моем квартале все спокойно. Скажи, какой автомобиль мне приобрести? Зачем автомобиль? Лучше автобус, экскурсии водить по городу. Команда КВН в гору. Скажи, пожалуйста, какой автомобиль мне приобрести? Ходи пешком. Эгу, эгу. Да-да-да-да-да-да. Как хорошо, что были шутки у вас, Александр, в эфире. Не было бы их. Или бы песни Грузии. Ну что, есть еще какие-нибудь ответы? Есть ответ у команды КВН? Люди напротив. Скажи, пожалуйста, какой автомобиль мне приобрести? Нифига вам, новость бабок дают. А помечу? Давай только не пробачиваю. А то слезы на глазах. Скажи, какой автомобиль мне приобрести? Девятка на рече. Света, моштой волны, ребята и модели. Не курицы, а пацаны. По делу тоже сиди вот так. Дядя, вот из трагедии какая смешная шутка получилась. Трагедия отца сделала игру. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо, Александр, друзья, можно поаплодировать. Передаю микрофон. Вопрос задает Евгений Юрьевич. Давайте вы зададите вопрос. Можно какой-нибудь, который уже был даже? Почему у меня не шестой айфон? Почему у Евгений не шестой айфон? Такой вопрос. Начнем с того, что у него в принципе Симминс лежит. А почему не шестой айфон? Как странно. На сцене не услышали, а там рассказывают. Странно сегодня. Ответ от команды Старый знаком. Вопрос можно, пожалуйста, задать? Черт. Почему у меня не шестой айфон? Потому что у вас нет денег. Первый вопрос, пожалуйста, для команды КММ-портаниса спокойно. Почему у меня не шестой айфон? Его батя в курсе по-любому. Ответ от команды КММ-портаниса против НГУ. Почему у меня не шестой айфон? Потому что вы работаете в муниципальном казенном учреждении. Вот так. И ответ от команды КММ-портанис. И ответ от команды КММ-портанис. Почему у меня не шестой айфон? Будут у нас шестерки, будет шестой айфон. Я на полку команды Федералического университета. Как? Я разъявляю. Есть еще ответы. Настолько простой вопрос. И, друзья, есть вам ответ. Почему же у меня не шестой айфон? А это что? Все, для вас больше нет. Спасибо большое, Евгений Юрьевич. Давайте поаплодируем вам все. Евгений Зайцев, у вас нет вопроса? Он попозже, да. Как, да? После хопа? После двух хоп. Давайте вопрос задает директор открытой лиги КВС. Сергей Гонки! Здравствуйте, всем. Вот Сергей сказал про замечательный праздник 8 марта. Я хочу отметить, что у нас хоккейный клуб Сибирь прошел второй раунд. Это круто, правда? Вот. Покрутите всех, что у вас. Так, поэтому, не знаю, как вы, но если я живу с хоккеем, смотрю его, поэтому, знаете, у хоккейстов есть очень много традиций, и они говорят так, что, наши хоккейсты сказали, что если они выиграют континентальную лигу, кубок Гагарина, они побреются на усы. Вот что вы бы сделали, если выиграют клубок открытой лиги Новосибирска? У меня вот есть ответ для одной команды. Батя, вы губите. Отмечает команда КВС Кожа! Что бы вы сделали для того, чтобы победить в открытой лиге Новосибирска? Но вы знаете, как мы в Сочи поехали. Молодцы. И что, забыл Серега? Вроде бы сам придумал этот трис. Придумал. А вот, я не понял вопрос. Что бы, вот, команда хоккейная Сибирь, она бы побрилась нагло, что бы вы сделали, если бы выиграли кубок открытой лиги КВН? Отмечает команда КВН люди напротив. Спасибо вам всем, что объяснили. Что бы вы сделали, а не победить в открытой лиге Новосибирска? Если мы победим в открытой лиге, то все остальные не побреются. Хорошо. Что бы сделать, если победить в открытой лиге Новосибирска? Против сестры показания дам. Аплодисменты, отвечает команда КВН. В моем квартале все спокойно. А скажи, пожалуйста, ты переоделась? Да вопрос сейчас. Вот. Скажи, что бы ты сделала, если выиграли? Что ты сделала, если выиграли в открытой лиге Новосибирска? А я бороду отпущу. Еще раз, приоритет. Аплодисменты, отвечает команда КВН, картина Репина. Что ты сделаешь, если выиграешь открытую лигу Новосибирска? Да я накидалась. Аплодисменты, отвечает команда КВН, старый знакомый. Что ты сделаешь, если выиграешь открытую лигу Новосибирска? Куплю шестой фонд. Сибирь. Опа! Котовый битрыжок! Евгению, слово вы найдете всегда довольны? Все, спасибо, Сергеев Ганкин, друзья! Ну что с вопросом задает Евгений Зайцев, автор самых искроменных и интересных вопросов? А, спасибо, но сегодня я не подготовился и поэтому вопрос такой... Эх, ни разу за два сезона не подготовился. А, вот, какой бы вопрос мог задать взрослый дядька из жюри? Вот, отличный, отличный вопрос из вас! Я на счет! Отвечает команда КВН, люди на просе. Какой бы вопрос мог задать взрослый дядька из жюри? Венегрет свежий? Я знаю, что взрослый дядька, она символизируется с Венегретом, понимаете? Отвечает команда КВН, три кокана и мясо! Какой бы вопрос мог задать взрослый дядька из жюри? Не знаю, мы вообще с ним раз в них выиграем, а как угодно? Вот, ответ от команды КВН, плохой и очень плохой. Я прям чувствую, прям шту, как он подряд. Итак, какой вопрос мог бы задать взрослый дядька из жюри? О, а ты что, переоделась? Я считаю, что на попах единый, что закончили, что сегодня все разбиты, но мы оба же дома, поискетки! О, а ты что, переоделась?